В Страсбурге продолжает работу весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В рамках сессии азербайджанская делегация организовала панельное заседание на очень важную тему – решение Европейского суда, в частности, по делу Чарагов и другие против Армении. Было отмечено, что в решении данной авторитетной структуры однозначно подчеркивается, что Армения, оккупировавшая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, несет полную ответственность за положение на оккупированных территориях. Кроме того, в Европейский суд по правам человека поступают жалобы на Армению не только от граждан Азербайджана, но и от армянских граждан. На основе жалоб граждан Армении было установлено, что именно граждане этой страны проходят воинскую службу на оккупированных землях Азербайджана. Большинство жалоб на эту тему от граждан Армении поступили в Европейский суд после известных апрельских событий 2016 года. Кроме того, в ходе панельного заседания было отмечено, что в ближайшие дни Европейский суд по правам человека объявит решение и в связи с жалобой по делу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники армянскими военными при посещении могил своих родных в Кельваджарском районе Азербайджана. Каждый день, проведенный Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым в плену, будет засчитан как день, проведенный под пытками. «Учитывая нынешнее положение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, мы заявляем, что в Европейском суде в настоящее время рассматриваются их жалобы. Мы обратились к Европейскому суду с просьбой рассмотреть в ближайшее время и принять конкретное решение. Это не только связано с решением по делу Чарагов и другие против Армении. И в других делах были представлены факты, подтверждающие присутствие вооружённых сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана». «Учитывая нынешнее положение Дильгама Азербайджана». «Учитывая нынешнее положение Дильгама».